Что будет мне интересно делать, ну вот, ищу отклик в себе на какую-то деятельность, которой будет интересно заниматься, не от того, что это нужно, там, или это бизнес, или это деньги, или еще что-то. А вот, и я читала там ваши книги, и там, слушала, что нужно искать, ну, наблюдать за предложениями, ну, возможностями, и искать отклик, чувствовать, да. Но при этом не действовать, ну, не активно искать это, скажи, а наблюдать. А я бы сказал, не идеологически искать, а интеллективно, чувственно. И вот у меня сейчас, то есть я ищу, но я не слышу отклика, что мне интересно было бы сделать. Я бы немножко развернул ситуацию. В каком аспекте? Ты сама себе интересна? Да. И для того, что что-то делаешь. Да, сейчас жизнь интересна. Ну, я тоже. Дело в том, что, на мой взгляд, не работа или действие наполняет нас, а мы можем наполнить какую-то деятельность интересом и счастьем. Вот эта вот идея, что через что-то я могу получить покой, внешнее или счастье, или внутреннюю свободу, она ошибочна. На самом деле, это наша природа. И если ты ее в себе знаешь, то ты можешь привнести в то, чем ты занимаешься. Это гораздо более выигрышная позиция. Потому что пока этого нет, то наш акцент перенесен на внешнюю форму жизни, а она всегда нестабильна. А когда ты это знаешь в себе, ты можешь войти в любое пространство событий. И поэтому есть два аспекта. Один аспект, когда ты занимаешься тем, что тебе нравятся энергетически, той индивидуальности, близкой ей. А другой аспект, еще более глубинный, это слои. Смотрите, есть слой социальный, да, это слой идеологии. Это то, что нам навязали, что это нам надо, или важно, или это должно быть сделано. Если вы этот слой отбрасываете, вы попадаете в слой индивидуальности. То есть вы уже свободны от надо и живете по хочу, нравится. Это более глубокий слой, слой индивидуальности, слой, который дается нам самой жизнью, энергии. На этом измерении мы свободны от надо, но еще не свободны от хочу. Потому что если вокруг ничего не существует, чего я хочу, то получается опять провал, частота. И третий слой, еще более сакринен, он свободен и от надо, я хочу. Это пространство, где есть прямое переживание своей самодостаточности, абсолютной самодостаточности, которая может наделить внешние события такими измерениями, как любовь, свобода, экстаз. Поэтому, когда ты попадаешь в ситуацию, когда надо уже не работает, а хочу еще не возникло, просто иди глубже, используй это время, чтобы дойти до того измерения себя, которое свободное от надо и от хочу. И, как я уже говорил, эта пауза в желаниях, она или в окружающем тебя пространстве, она может быть временно, какое-то время ты можешь чувствовать, что ничего, что тебя задрагивает, не существует. И просто в этот период его можно использовать, чтобы идти еще в угол уже внутрь. И рано или поздно какие-то события, люди, потому что мы здесь существуем в контексте всего движения Вселенной, этой жизни. И это будут встречи, книги, люди. Все равно что-то будет появляться, и что-то рано или поздно энергетически срезонирует с тобой. Но, возможно, вот эти паузы, эти паузы, это не потеря времени, это не потеря жизненного цикла. Просто они так переживаются, и если мы не знаем, куда себя засунуть. Я вам советую, что если у вас появится в свободное время, вы не знаете, чем заняться, займите самоисследование. Это очень хорошее положение. Это очень хорошая ситуация, потому что, когда у вас есть желание, да ты знаешь, чего ты хочешь. Когда у тебя есть какие-то амбиции, то сидите заниматься самоисследующим сложно. Потому что желание тебе бывает, пойдем, пойдем. А когда ты чувствуешь, что тебе нет желания, так это самое, люди-то добиваются годами. А у тебя это уже... Это пауза. И в этой паузе очень неплохо посмотреть, что ты из себя представляешь. У меня контекста ума, и мне контекста энергии. Что в тебе есть за пределами и энергии ума. И это лучше всего исследовать, когда и ум, и энергия тихие. Ни в чем не заинтересованы. Вопрос такой. Если я чем-то занимаюсь и успеваю войти в состояние второе, то есть как бы наблюдатель за тем, что я наблюдаю, иногда я чувствую, что этот наблюдатель он холодный и какой-то... Беспристрастный. Да, беспристрастный. И такое ощущение, что он... какой-то опасный. Конечно, он опасный. Это наблюдатель тот, который наблюдает за эмоциями? То есть это... Он совсем наблюдает. Но там нет любви в этом наблюдателе. В нем нет любви. В нем ничего нет. А любовь, она глубже? А любовь, это то, что он наблюдает. Но вы говорили, что состояние наблюдения, оно вот поток какой-то солнечный.